Сезонный спрос на овощи и фрукты подстёгивает предприимчивых граждан открывать торговые точки буквально на каждом шагу. И часто без разрешения. Оборудование используют нехитрое. Самодельный стол, в лучшем случае теневой навес. Вот и всё, что нужно для незаконного заработка. Поймать удаётся не всех, но те, кто попадается на нарушение, ждёт штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если в сетевом магазине вся продукция проверена, имеет сертификаты качества и в случае чего можно обратиться к продавцу и потребовать компенсации, то вот здесь, напротив, в палатке одни вопросы. Нет ни продавца, но зато есть продукция. И какого она качества, никому неизвестно. Рейды по пресечению незаконной торговли в городском округе проводятся регулярно. В них участвуют представители управления потребительского рынка и отделы территориальной безопасности администрации. Сотрудники государственного административного надзора и полиции. Штрафы – едва ли не единственная возможность помешать торговать в непредусмотренных для этого местах. Например, у самого выхода с платформы «Воронок» на пресенционной площади. Люди невольно засматриваются на спелые фрукты. Я здесь не покупаю на станции. Но я присматриваюсь сцены и потом сравню с рынком. И берете потом на рынке? И беру на рынке. Добрый день, Щелковский отдел полиции. Ваши документы можно, пожалуйста? У меня их нет с собой. А где они? Дома. Как дома? Я здесь так это... Транспорт ходит, как вы сами видите. Пыль, грязь. Рядом ЖД-станция. Как видите, точку закрывают. На гражданина, который осуществлял торговую деятельность, будет составлен административный протокол, предусмотренный в статье 14.1. После чего данный протокол будет направлен в мировой суде для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Данная точка у нас работает незаконно. Незаконно. Никаких разрешений нет. На нее сотрудник полиции установил, установил, чья продукция плодовощная. Продавец, как вы видели, убежал уже. Может быть, здесь и дешевле на какой-то процент. Но продукция продается непонятным происхождением. Откуда она взялась, продукция? Без документации. Соответственно, здесь не уплачиваются в город никакие налоги. И мы пресекаем. Несанкционированная торговля. Головная боль для сотрудников управления потребительского рынка. На грязь, оставленную продавцами местные жители, регулярно пишут жалобы. К сожалению, работать в черную торговцев подстегивают и покупатели, создавая спрос. А значит, рейды будут продолжаться. Продолжение следует...